Свадебное платье на день. Фасон платья выбран неспроста. Это один из самых желанных фасонов невесты. Это утонченный, закрытый вырез стойка, длинные расшитые рукава и полюбившийся хвост павли в стиле Зурава Мурата. Для более пышного платья мы выбираем распушенный хвост, а для более силуэтного убираем хвост назад. Также пышность регулируется количеством слоев фатина. Для очень пышного платья нам понадобится 10 слоев фатина. Нижний силуэт юбки можно сделать в двух вариантах. Силуэтная с запахом и прямая юбка, расклешенная книзу, без боковых швов. Так как края фатина не обрабатывается, в уроках показана технология обхода стандартных приемов. Какое используем кружево? Так как все детали платья нам кричат асимметрии, два рукава, стойка, хвост. Все это симметричные детали и логично, что кружево потребуется симметричное. Но это не значит, что асимметрию мы не включаем. Мы комбинируем эти виды кружев. Симметрию можно заменить флористикой или абстракцией. Или все вместе и даже 3 и 5 видов кружева. Не бойтесь совмещать их. Это очень увлекательное занятие, которое дает свободу фантазии. Палитра. В качестве основного цвета мы выбрали светлое серебро. Завешиваем его с молочной мелкой абстракцией и флористикой. Фатин мы тоже можем смешивать в разные оттенки. Например, молочный с серо-синим. Светлый серый, айвори, розовый, даже голубой. Тауп и беж. Кстати, вместо серебра этому фасону подойдет светлое золото. Также платье можно шить только в одном цвете – молоко. Можно ли видоизменять фасон платья? Да. Вы можете, к примеру, убрать рукава или сделать их короче. Или добавить рукава длинные в пол. Стойку можете заменить на вырез «В» либо лодочку. Внутреннюю юбку сделать не пышной и длинной, а короткой и с футляра. И даже подумать свои интересные элементы. Но если вы новичок, старайтесь по максимуму придерживаться фасона, чтобы дошить и дойти до готового изделия. Можно ли использовать юбку-атлас? Конечно, да. В этом случае вы расшиваете верхний слой фатина кружева, второй слой делаете атлас, и последующие нижние слои у нас будут являться подкладочными слоями. Пышность вы регулируете самостоятельно. Помните, что на любое длинное платье вам понадобится 3-4 рапорта кружева и 21-30 метров фатина. Один-два метра сеточки, в зависимости будет рукав или нет. Основное кружево всегда берите минимум 2 рапорта. Другие дополнительные дизайны берите по одному рапорту. Чем больше кружева, тем лучше. Приятного вам пошива и до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...